Доброе утро! В ближайшие пять минут новости. С вами Елизавета Конева. В поселке Пруцкую Павловского района появились контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Для муниципалитетов это пилотный проект, который местная администрация реализовала вместе с регоператором. Подробности далее. Бестарный способ сбора мусора для жителей поселка Пруцкой уже прошлый век. Теперь все отходы здесь в евроконтейнерах и бункерах. Они находятся на въезде в поселок и на некоторых улицах. Глава Пруцкого сельсовета Илья Самсоненко рассказывает, для поселка контейнеры стали чуть ли не панацеей. Раскиданные пакеты и пластик раньше были на улицах обычным явлением. Терпение лопнуло пять лет назад. В селе начали работу по централизованному сбору мусора. Я очень рад, что вот сейчас мы конкретно поставили контейнеры, определили места сбора мусора. Руководители пошли навстречу. Сейчас соглашение заключили. Мусор по понедельникам вывозится. В Пруцком девять бункеров и десять евроконтейнеров устанавливали с местным рекоператором по Барнаульской зоне – экокомплексом. Они профинансировали проект и установили тару под мусор. Но представители рекоператора отмечают – это разовый проект. В следующие три года финансировать установку контейнеров и бункеров не смогут. В рамках этих средств были приобретены тары и установлены на данный поселок. На 2018 год только были заложены тарифы. На 2019-2021 год данный расход не заложен в тариф. Более того, определить место под тару и установить ее – это обязанность муниципалитетов, а не рекоператора. В соответствии с федеральным законодательством это должны осуществлять органы местного самоправления. У них должны быть разработаны правила благоустройства населенного пункта, правила санитарной очистки населенного пункта. Они определяют места размещения контейнерных площадок, их оборудуют. Сегодня Пруцкой – это проект пилотный. Также рекоператор отмечает, если в других селах и особенно в райцентрах есть проблемы с бестарным сбором мусора, то жители имеют полное право обратиться в органы местного самоуправления для организации контейнерных площадок. Владислав Кириенко, Антон Шервяков. Новости. Барбер с мировым именем Светлана Санжаева провела в Барнауле серию авторских семинаров по парикмахерскому искусству. Чему научились мастера? Смотрите далее. Бокс, полубокс, площадка и теннис. В этот раз к спорту отношения не имеют. Это виды мужских стрижек. Стать профессиональным барбером непросто, потому и учиться нужно у профессионалов. В Барнауле в Академии красоты Людмилы Тарасовой для начинающих парикмахеров провела обучение чемпион мира по парикмахерскому искусству, мастер международного класса, барбер из Красноярска Светлана Санжаева. Моя задача номер один – сделать из них высокопрофессиональных барберов. Мы их учим мужским стрижкам, в мужской форме, чтобы можно было ими гордиться в дальнейшем, чтобы они зашли в салоны и показали высокий уровень. Самое главное в этой профессии – это понимать, зачем и что вы делаете. Парикмахер Татьяна Рунг раньше сделала прически только на длинных волосах. Недавно твердо решила – нужно расширять границы знаний и умений. Для этого и пришла в Академию красоты. Выбор места обучения был очевиден. Здесь постоянно проводят мастер-классы только лучшие специалисты со всей страны и зарубежья. Их приглашает Людмила Тарасова. Татьяна Рунг отмечает, что благодаря авторскому семинару Светланы Санжаевой узнала много нового. Педагог очень щедрый на открытие своих тайн, каких-то своих навыков. Поэтому мы с жадностью впитываем информацию и очень благодарны, что предоставляется такая возможность, что люди такого уровня приезжают в школу и дают нам знания в определенных сегментах, как мужская, женская, стрижка, окрашивание и так далее. Перед тем, как приступить к работе, барберу необходимо сделать рисунок стрижки. Тут даже форма головы имеет значение. Светлана Санжаева говорит, в мужских прическах, как нигде, важны точность, четкость, видение формы. А профессионал своего дела должен понимать, как сделать мужчину красивым и соответствующим духу времени. Екатерина Варкентин, Роман Хайрулин. Новости. Центробанк выпустил монету к 125-летию Виталия Бианки. Она входит в серию выдающихся личностей России. Номинал монеты – 2 рубля. На обратной стороне изображен портрет писателя. В окружении животных героев его книг. И указаны годы жизни автора. Тираж монеты – 3000 штук. Напомним, Виталий Бианки с 1918 по 1922 год жил в Бийске. Писал книги о животных, преподавал биологию и астрономию в школах. С 1920 года он заведовал зоологическим отделом городского музея. Кстати, одна из коллекций музея была создана на базе первых сборов Бианки, сделанных во время его двух экспедиций по Алтаю – к верховью реки Черыш и к Телецкому озеру. На этом я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»